Свой вклад в борьбу с коронавирусом и последствиями пандемии может внести каждый, и это не преувеличение. В Тульской области волонтером стала девочка, которой нет еще 10 лет. Через интернет она читает всем желающим сказки, чтобы проще было пережить самоизоляцию. Мама доброволец со стажем, и папа тоже, как может, помогает противостоять ковид-19. Со всей семьей дистанционно, в духе времени, пообщался Иван Прозоров. Всем привет, меня зовут Василина, мне 9 лет. Если вам скучно на карантине, так как и мне, я могу желающим прочитать книжку или просто с вами поболтать. Искренне улыбчивая третьеклассница только в первый день получила под сотню сообщений и звонков с просьбой почитать сказку на ночь. Вдруг из-под печки выбегает мышка. Девица, дай мне кашки, я тебе добренькое скажу. И от телефона теперь отрывается только, чтобы сменить книжку. По щучьему веленью, аленький цветочек, сестрица Алёнушка и братец Иванушка. Золотая классика. Василина сама захотела стать волонтером. Вместе с мамой заполнили заявку на сайте мывместе2020.рф. Я хотела помочь другим. Кто-то хочет пообщаться. И я решила, ну, либо просто пообщаться, либо почитать что-нибудь с детками. Наши герои живут в Тульской области. Они сейчас находятся на добровольном карантине. То есть максимально ограничили контакты с любыми посторонними людьми. Поэтому мы делаем сюжет, можно сказать, на удаленке. Вот так, через мессенджеры, через интернет. И вот мама Василины, Ольга, вы будете нашими глазами. Говорят, ждали звонков от школьников, но оказалось, послушать сказку, да и просто поговорить хотят не только дети. Вот и Наталья Борисовна из Брянской области, не выходя из дома, благодарит за эту волшебную возможность скрасить вынужденный карантин. Это большая поддержка, тем более это делают дети, это многих радует. Ведь сейчас нужна радость, нужен иммунитет, нужен смех. Сказки детства и новости с родины полетели уже на Украину, в Белоруссию, Испанию, Францию. Общие темы для разговора быстро нашли с 11-летней Катей из Португалии. Откуда у нее эта идея появилась? Как она хорошо учится, например? Что они делают на карантине? И про рисунки тоже. А в Шотландии пятилетний Эким с мамой Татьяной дома уже неделю. Он всю неделю меня все время прислал. Мама, ну когда мы позвоним Василине? Ну когда же мы позвоним Василине? Василина поделилась с ним рецептами домашней выпечки. Ей из Португалии показали дымковские игрушки из теста. А школьник из Белоруссии научил рисовать по тетрадным клеткам, как наши родители. Вся в маму, говорит Ольга. Сама волонтер с 20-летним стажем. Помогала ей средства на помощь больным детям собирать и районную библиотеку восстанавливать. Можно делать намного больше. Когда ты видишь, что у тебя срослось, получилось и хочется дальше идти, дерзать, творить. Отец Василины Юрий тоже на передовой. Трудится на реконструкции инфекционной больницы в Москве. Мы успеваем. За 10 дней мы сдадим этаж. Своими девочками гордится. Они у меня молодцы. Не падают духом. Людям сейчас всем поддержка нужна. Это самое главное. Им, впрочем, самим поддержка не помешает. Звонков так много, что не выдержал штатив для телефона, зарядное устройство. А чтобы ответить всем, пришлось завести страницу в Инстаграм и вести прямые эфиры. Эстафету у дочки подхватывает мама. Уже скоро полночь. Подойдите. Василина говорит, что готова каждый день снова и снова читать книжки и просто болтать с теми, кому это сейчас очень нужно. Мама называет ее то Золушкой, то маленькой феей, которая верит, что и в этой истории будет счастливый конец. Иван Прозоров, Игорь Крецков, Елена Штоколова и Павел Боня. Первый канал.